Советы получают многие, но только мудрые извлекают из них пользу, так говорили древние. Мы снова приветствуем вас в эфире и готовы рассказать, как сделать свою жизнь более практичной. Сегодня вы услышите такие советы. Как правильно общаться с представителями госавтоинспекции, чтобы избежать неприятностей? Куда ехать, чтобы интересно и недорого отдохнуть зимой? Расскажем рецепты лечения обветренной кожи. Совет профессионального косметолога. История о сотрудниках ГАИ-водителях бьет все рекорды по популярности. Иногда их общение напоминает театрализованное представление, где герои играют мимикой и жестами. И чем больше непонимания между сторонами, тем ярче и интереснее сюжет. Наш следующий совет – как нужно общаться с представителями ГАИ, чтобы не стать героем драмы или комедии. Во-первых, останавливаться следует только в том случае, если работники ГАИ находятся на служебной машине. Выходить из машины не обязательно. Достаточно приоткрыть окно или дверь. Не передавайте документы в руки работника правоохранительных органов до того момента, пока он не представится и не назовет причину остановки. Ни одним законодательным актом не прописана обязанность водителя выйти из автомобиля. Так же самое, как ни одним законодательным актом не прописано, что инспектор имеет право провести осмотр внутри автомобиля. То есть, как бы открыть багажник, заставить водителя или попросить. Ну, попросить он может, конечно, и водитель имеет право или не имеет, или может не выполнить просьбу, если это просьба. Это уже осмотр обыск, который регулируется совсем другими законодательными актами. Конечно же, если это не касается каких-то специальных операций, там, захват, перехват или еще какие-то там операции, проводимые работниками ГАИ. Если вас остановили без причины, не стоит паниковать. Вы можете попросить у сотрудника документ, удостоверяющий его личность. Если есть какие-то сомнения, можете позвонить на телефон доверия Управления госавтоинспекции Донецкой области 062-301-8888. Если же вас остановили за превышение скорости, настаивайте на составлении протокола. Составлять его не обязательно в автогаи. Протокол должен быть только на украинском языке. Нарушитель имеет право оставить три подписи под пунктами нарушения, комментарии и разъяснения. Если что-либо было выполнено сотрудниками ГАИ не так, указывайте эти факты. Данные потом пригодятся в судебном разбирательстве дела. Но и в завершении помните, что сотрудникам ГАИ запрещается при несении службы обращаться к вам на «ты», использовать оскорбляющие жесты, неуважительный тон или грубость. В таком случае вы вправе сообщить работнику ГАИ о нарушении закона Украины. А незнание закона не освобождает от наказания. Сотрудники правоохранительных органов должны это знать. Как отдохнуть недорого зимой? Здесь есть два момента. Страна, куда бы вы хотели полететь, и ваше умение экономить. Начнем по порядку и определимся, куда же стоит полететь за яркими впечатлениями и во сколько это обойдется. Сначала информация для тех, кто зимой стремится в теплые края. Сегодня в Донбассе, завтра в Египте. Такой выбор делают большинство жителей Донецкой области. Это самый бюджетный вариант зимой – 450 долларов. Но отдых вы получите истинно летний. На пляже под жарким солнцем. Кто занимается дайвингом, кто любит нырять, кто любит плавать, кто любит море – пожалуйста, Египет для него. На втором месте популярности зимнего отдыха Таиланд и Гуа. Цена на путевки примерно одинаковая – 1 тысяча долларов. Круглый год привлекают украинских туристов в Греции. Зимой поездка значительно дешевле, чем летом. Температура воздуха в районе 10 градусов. Еще плюс – туристов в это время значительно меньше. Горящие путевки очень пользуются популярностью. Туристы наши их очень любят за их дешевизну. А теперь информация для тех, кто не боится снега, а наоборот желает получить именно зимний отдых. Отправляйтесь в родные украинские Карпаты. Не прогадайте. Цена на путевке – около 5 тысяч гривен. Подбирая горнолыжный тур, обращайте внимание на величину и популярность курорта, категорию отеля, близость от аэропорта, количество трасс, способ доставки к подъемнику, стоимость абонемента, а также наличие инструктора. Если вы едете на курорты Украины, то бишь Карпаты, горнолыжный отдых в Карпатах, можно брать на прокат снаряжение именно на курорте. Если же вы собираетесь куда-то в Европу, то желательно брать на прокат снаряжение у нас, в Украине, так как там очень дорого. Совет тем, кто собирается кататься на лыжах, не стоит одевать на себя три слоя теплой одежды. Лучше купить или взять на прокат термокостюм. И не одевайте под него теплые штаны и свитера, иначе замерзнете. Костюм имеет специальные мембраны, которые обеспечивают термообмен и держат тепло. Большое количество одежды сводит к нулю этот процесс. Ну и в завершение, рассчитывайте свои силы и возможности умения кататься на лыжах. Не пытайтесь сразу покорить сложные трассы. Позаботьтесь о своем здоровье, дабы не испортить отдых. Вы любите прогулки на свежем воздухе зимой и замечаете, что ваша кожа обветривается? Наши прабабушки спасались от этого недуга козьим, гусиным и свиным жиром. Сейчас же есть современные косметические процедуры, но все же многие до сих пор пользуются народными рецептами. Как правильно ухаживать за кожей зимой, расскажет косметолог. Специально для программы «Дом советов» я подготовила несколько рецептов масок, которые можно сделать дома из ингредиентов, находящихся в холодильнике любой хозяйки. Натрите на терке огурец. Добавьте несколько капель масла жажаба и одну чайную ложку оливкового масла. Затем введите 50 мл дистиллированной воды и перемешайте все ингредиенты. Из полученной маски у нас получился тоник, который можно протирать лицом ежедневно утром. Это отличное средство для тонизации и очищения. Этот тоник можно хранить в холодильнике не больше недели. Через неделю нужно делать новый. Сейчас мы с вами приготовим скраб, который поможет вам очистить кожу. Его лучше наносить перед сном. Нам понадобится сахарный песок, добавить к нему столько же меда и сок лимона. Скраб, который мы с вами приготовили, наносим легкими постукиваниями пальчиков. Скраб на лице должен находиться не больше пяти минут, после чего его излишки нужно смыть теплой водой. После очищения на кожу наносим увлажняющий крем. Запомните, увлажняющий крем нужно наносить за час до выхода на улицу, чтобы кожа не обветрилась и не покраснела. После того, как вы переведете свою кожу в порядок, остается только лишь поддерживать ее в здоровом состоянии. Мы вам предложим массу аппаратных процедур, направленных по уходу за кожей в зимний период времени. Одним из них является алмазная дермобразия. Этот аппарат рассчитан для удаления роговевшего слоя эпидермиса. Это абсолютно безболезненная процедура, которая занимает 20-30 минут. Укаживайте за своей кожей, и она отблагодарит вас идеальным состоянием. На сегодня это все, что мы хотели вам рассказать. Надеюсь, информация была полезной. И уже через неделю мы готовы выдать новую порцию советов. Напоминаю, участником программы может стать каждый из вас. Присылайте свои советы к нам на электронный адрес «Орбита. Совет. Собака. Мейл. Ру». Участником программы стать просто. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...